Всем привет! Вы на канале Буднефт Вушкаря Погнали! А мы именно… «пратить деньги» А на что мы пойдем тратить в конце концов пришло в то время… Пока едем? Немножко порассуждаю на цену, ну всё, примчали мы все снова… Так парни, значит приехали смотреть Форя. Значит что? Всё, всё как! Всем привет, вы на канале Буднефта Вушкаря. Погнали. А мы именно погнали сегодня, у нас сегодня интересная серия у меня интересный день. Интересная поездка, не знаю, как все сложится Но очень бы хотел, чтобы сложиться Значит, суть какая? Сейчас падаем в лачика Заправляем полный бак И мчим в Питер Даже не в Сан-Питер, а в Сосново От меня это еще подальше нормально А что мы поедем? Мы поедем тратить деньги А на что мы поедем тратить? В конце концов, пришло то время Когда, в принципе, на этот год Мои хачухи основные выполнены Которые я хотел выполнить Купить прицеп, трактор, ковш Технику подремонтировать И дальше, в конце концов, пришла пора Уже прислушаться К другу К совету Константина, который мне дал Да и, в принципе, что давно К этому шел Все-таки надо сменить мне автомобиль Потому что я могу, когда встречаюсь С заказчиком, сколько угодно Наваливать, что у меня Техника такая, пилы такие Люди такие Делаем то-то, то-то, то-то Но все равно я приезжаю На Лачете И по нему Это первое Как люди судят О том, как у меня идет бизнес Как идут дела Да, многие скажут Неважно, какая машина Все равно Из точки А в точку Б Ты попадешь Абсолютно Плюс-минус так же Вот Ну, может где-то без конди Может где-то без музыки Но Не знаю Я, может, скомконо объясняю Свою мысль Ну, вот так Знаете Я не гонюсь там за Большими там Кредитами в 4 миллиона Тачки, да А вот, ну, такая, знаете Более-менее Достойная машина Более-менее такая В серединке где-то На рыночке Может даже поменьше Но, тем не менее Знаете, это уже как бы Другой класс Другой уровень В конце концов Это будет лично моя игрушка Это лично моя награда За все мои старания Все мои сложности Переживания Которые у меня идут Вот Как у руководителя Вот этой своей маленькой Но очень гордой организации Поэтому собираемся Погнали А вы пока в комментариях Отпишите Что для вас автомобиль Что Кого значит Это просто Транспортное средство С пункта А в пункт АП Это верный друг Или это что-то Может быть еще Да И стоит И судят Судите ли вы Человек по машине В первый раз Когда он к вам приезжает Все А я собираюсь Погнал Пока едем Немножко порассуждаю На цену Скажем так Рынка В нашей стране На текущий момент Потому что Немножко В этом Соображаю Как я уже там Как-то в серии говорил Занимался автомобилями Вот Поэтому Если кому не интересно Можете промотать Этот эпизод И кому интересно Послушайте Вот Мое мнение такое Значит по поводу рынка Я не собирался Брать машину Вот прям сегодня Прям сейчас И вот Ехать срочно Но Смотрите У нас У нас какая история То что сейчас Тряхануло Доллар Очень сильно Это знают Все Я не из тех Кто бежит Там знаете При первом шухере Покупать телевизоры Микроволновки Для всех Для всю семью Чтобы как бы Сэкономить деньги Это все фигня Но Второй момент Второй момент Все видят Как за последние полтора года Тряхануло рынок тачек Просто Тряхануло Да Так вот Мое мнение Это не предел Это не предел И все Ну не то чтобы только начинать Сначала уже есть Все скоро Повторится Потому что Сейчас выборы И сейчас Ну понятно Что даже и власть Народы Понимают Что они формальные Но тем не менее Не имеют места быть И многие сейчас Уже наверное Получали От Кто топливо покупает У официалов Ну через привоз Ну понятно Ну кто с НДС Короче Через него Хоть как-то списывает Получали уже Такие Бумажки Я там Если найду Прикреплю Фотографию О том Что мы ждем Цену 80 рублей За Солярку За дизель Ну Где-то в северных регионах Она давно такая В моем регионе Она сейчас 59 И держится уже год примерно Не год полгода Вот А почему Будет подорожание Потому что Правительство Ранее Когда топливо Начало скакать Выдавало субсидии Заводам Нефтепроизводителям Чтобы Компенсировать им Затраты На то На дни Дополученной прибыли Из-за того Что они не поднимают цены Ну я думаю Поняли суть На моем Ломаном Экономическом Так вот С 1 сентября Эти субсидии Отменяются И все И поэтому Мы ждем в гору Соответственно Что мы имеем Повышение Центральной ставки Повышение Стоимости топлива Мы все Прекрасно понимаем Что логистика Это все Начиная от хлеба В магазине Заканчивая Не знаю Тачками Автосалоне Кирпичами На строительных базах И все То есть да Будет новый скачок И все те кто думают Что дальше уже некуда Вспомните События Полугода Годового давности Год назад Полтора Есть куда Есть куда И еще Очень много куда И даже то что сейчас У нас Вам скоро покажется Малиной Ну я бы очень хотел Ошибаться Но маловероятно Итак что мы имеем Топливо Второе Курс доллара И из-за курса доллара Скажем Подскочила Центральная Ставка Банка Кто знает Кто знает Что такое Кто не знает Она подскочила На 3,5% И соответственно Все кредиты Минимум На такую же сумму Подпрыгнут Это минимум Кредиты Ипотеки И все остальное Соответственно Жизнь станет дороже Как я думаю Вот лично Мой прогноз Это все Потихонечку Начнет уже Наплывать С 1 сентября А после 10 Буквально Выборы пройдут И мы увидим В течение Я думаю Всего сентября Первое Скажем так Бонусы В кавычках Все это история Поэтому Дабы не пропустить Очередной Ценовой скачок Когда Лада Гранта Помните Она вышла В каком-то В восемнадцатом По-моему Году Она стоила Сколько она стоила 300 тысяч 400 Ну поправьте меня Если ошибаюсь Ну что-то Такой порядок Цен То есть В девятнадцатом В двадцатом Году Можно было пойти Абсолютно Спокойно Купить Не знаю Ту же Крету Пускай пустую За 1,2 В автосалоне Вот она стоит И если у тебя Наличка Тут и царь и бог И с тобой Торгуются И никто Тебе ничего Не навяливает Лишь бы Только забрали То сейчас Ситуация Обратная Сейчас Наличка В автосалонах Ты нафиг Никому не нужен Даже если Есть наличка То тебе Цена Подскакивает На процентов На двадцать Если у тебя Есть у тебя Неналичка То это кредит Мы рады вас видеть Но будьте Любезны Там коврики По пятнадцать тысяч Антикор Там два раза Пшик над баллончиком Это тоже Там тысяч тридцать Сорок Ну цифру Словно Вам суть понять Главное Вот и все И поэтому Я планировал Честно говоря Сменить автомобиль Весной Но понимаю Что весна Неизвестно Как мы ее встретим А сейчас У нас Сезон И сезон Он идет Фу-фу Со всеми Там Со всеми Этими Приключениями Которые у меня есть Да Там ремонт Поломки Все остальное Поэтому Я лучше Часть средств У меня была Привлеченная Кредитная Поэтому Я лучше Возьму Эти деньги Сейчас Пускай там Под 18,9 И отдам их Вот Ну пока сезон Заранее Ну скажем так Да Досрочно буду отдавать Максимально Где же ли я возьму Это неизвестно Что у нас будет С экономикой Неизвестно Под какой процент И как бы Такие дела Поэтому Может воды налил Мысль Очень В принципе Понятно Но Ни в коем Нету Ну практически Нету Либо они Безумно крупные Какие-то дочки Предприятий Либо Вот так вот Частников Нету Потому что Даже вот такой Шахман Сейчас взять Новый И отбивать Его вот так Вот на На довозе Ну Развозки Там Без Гарантированной Работы На ближайшие Там года Три Глупо Смысла нету И цены Все улетели вверх Поэтому Рынок Освобождается Потихоньку Те Кто Скажем так Любил Подармовозить И они уже поняли Что Шина стоит Там Не знаю Как у меня Сузик был 3.5 Шина стоит Там Сейчас Наверное Под 40 тысяч Китайка Что Надо либо По нормальным ценам Катать Либо уходить С рынка И так И так Люди делают Поэтому Сейчас Самое время Сжать То что Сжимаются В кулак И спокойно Как бы Да Работать На этом рынке Стараясь Как бы Да Какие-то Открывать Новые направления Все Тем Временем Я уже Подлетаю К Новгороду И Останется Мне До Питера Там Часа 2 2.5 По платочке Пролетел А дальше Буду думать Как добираться До этого Соснова Там уже Включился Как в той сказочке Долго ли Коротко ли А мы уже В Питере Ох Отвыки От такого Количества Машин Ну Знаете Это как На велосипеде Один раз Научился Ездить В таком потоке Уже Не разучишься Ну Кто Кто не Знает Кто не Помнит Я В Питере Прожил 15 лет В Старой Руси Я живу Только 2 года И вообще Поделиться С мнением Впечатлением Мне тоже Помогали Работу Не жалею Движемся В пункт назначения Да простят Меня Любители Человейников Но сейчас Опять очередной Камешек Полетит В их огород Это конечно Да Здесь Вот я сейчас Нахожусь Октябрьская набережная Район Район Крыленко Метро большевиков Октябрьская набережная Вот этих домов Их не было Ну Так вот Три назад Их еще не было Их только-только Начинали строить Здесь Не было ничего Там был завод Пигмент Огромный завод С кучей Там всяких Дополнительных предприятий Я там в свое время Охранником Подрабатывал Вот Ну и Представлю Вот видите Какое количество Окон Какое количество Машин И представьте Где Как им парковаться Здесь Вот Парковку Парковку Себе Разобраться Это квест Это целый квест Потому что Здесь река Здесь кстати Должны По проекту Мост Проложить Новый Ну как Развязка Транспортная Представьте Как здесь Парковать Машины Прикольная Морковка Просто Что-то Ужас На заправках Как угодно Хоть Где-то Хоть как-то Ой-ой-ой-ой Это знаете Как Квартиру Купил Про машину Забыл Ну Скажем так Те Люди Которые покупают Поначалу Да Когда это Только вся история Началась Заселение Для многих Это был сюрприз Секрет А сейчас Все покупают Когда знают Что их ждет Поэтому выбор Более-менее Осознанный Застройщик Обычно Обещает Там Школу Которые Которые Будет На каждого Ребенка Три Свободных Места Парковки Все дела Но Как правило Ничего не получается Вот этот Пигмент Как бы Вот он Начинается Такое Предприятие Было Ну Все продано Все с молотка Ладно Это так Мысли вслух Едем дальше Уже Сто лет Не ездил На электричках Кого сто лет Ну лет Наверное Двадцать Точно Еле разобрался Как на них Усаживаться Ну что В город Примчал На такси Долетел Прямо За 10 минут Отправления Электрички И ехать Мне на ней Ну Где-то полтора Часа Кто не знает Электрички Сейчас выглядят Вот так Последний раз Я когда на них Ездил Это были Вот эти Зеленые R2 По-моему Со скамейками И Ну Дерево По гонке Ну поняли А сейчас Это вот так Все выглядит Очень даже Неплохо Ладно Мчим Ну все Мы поехали Причем Самое интересное Вот сколько До соснового Сто с хвостиком Не пробок Типе Ничего Практически Как метро В остановке Пореже И цена Вопроса 211 Рублей Не надо Тени такси Никого-то Просить Ну как бы У ребят Просто не получилось Я на первую Свалился Как снег на голову Первый день Вот Ну И белый день Как бы тоже Все работают Да и ладно Прокачусь Кайфану Все Первая остановочка У нас Ну все Примчали мы Все снова Сейчас Начинаем Кто как любит Я обычно Люблю так Начинать С гермитоса Начинаем с морды С гермитоса Смотрим Чтобы гермитос Был Заводской Если он не заводской Это видно сразу И чтобы Лонжероны у нас были Без всяких Вздутий Припухлостей Я не претендую Прям на Первую инстанцию Автоподборщика Но Последнюю точнее Но тем не менее Здесь Вот видите Как бы завод Когда Идет мазня Ну мазню видно сразу Тут ничем не ошибешься Никак Стаканчики Все как у всех Но надо понимать Что машина в Питере И я это прекрасно понимал Вот Ну Будем надеяться Это не на всю Оставшуюся жизнь И на мой век Так сказать Хватит Да Здесь тоже Стаканчики пошли Лонжерончик ровный Шовчик ровный Все хорошо Так Смотрим Что мы видим Радиаторы Надо чтобы Кассетки у нас ровные были Ох Как Блядь Как заглянуть Ну так Более менее Видно Панелька ровная Усилитель Обычно Когда Перекупщики Продают Они редко Заморачиваются С усилителем Что первым Что задним Поэтому Уже хороший знак Ну Мотор в отметинах Это Об этом был разговор Что Он Менин И как бы Это Я думаю Хорошо Так Дальше Здесь В принципе Все понятно По Зазорам По зазорам Так Не снимался Этот Ну Не щелкивался Щелкивался Я Подбираюся И не должны Пропадать Вообще То есть Это мы смотрим Менялась ли Крыша Либо Четверть Либо Треть Даже Если ее Покрасят То Вот такую Выштамповку Ну никто Не набьет А если И набьет Это не так Будет Шикарно Посмотреться Поэтому Достаточно Да видно Что тут Резинку Никто особо И не снимал Никогда Многие Спросят А почему Ты автовышкарь Вообще Откуда у тебя Такие слова Умные Ну я В одном Уже Видео Говорил Когда-то Я Тачками Занимался Когда Это Вот На 85 Градусов Замечательно Все Как мы Любим Все Отличненько Отличненько Так Перейдем К следующей Стороне Вообще Как бы Да По идее Надо Знать Там Брать С собой Бригаду Там Этих Слесарей Там Все Это Мерить Компьютерами Может Это Правильно Может Неправильно Но Я И Как Буд Ты Уже Поймешь С Кем Ты Общаешься Я Не Против Покупки Машину Перекуп Но Поскольку Мы Смотрим Машину Поверху Рынка Просто Поверху Вот Даже Чуть Лыше Хотелось Бы Конечно Знаете Чтоб Машина Была С Здесь Начинается Потом Переходят Сюда До Этого Несколько Машин Смотрел Там У них Да Все Все Очень Грустно Было Опять Желающие Могут Съездить Куда Нибудь В Астрахань В Ростов Привезти Оттуда Кривотнюс Который Вас Развернут И Как Все Сейчас Смотрим Заднюю Нишу Запаски Смотрим Нишу Запаски Чтобы Опять Понимать В таком Состоянии Гермитос Здесь Завод Здесь 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 А вот По Этому Гермитос Вопросик Я бы Сказал Вот Видишь Вот Здесь Вот Идет Такой Гермитос Ну Вот А здесь Видишь Такой Вот Вот Здесь Я не говорю Что это При тебе Было Ну Так А можем Снимем Боковушки Приподнимем Вот Эти Пенки Не Полно Полноразмерная Запаска Это Очень Круто Устал Я От Докаток И вообще Сейчас Не представляете Насколько Все-таки Тесен Мир Сейчас Сейчас Хозяином Машины С Олегом Встретили Съедем И я Встречаю Знакомого С которым Работал Пару лет Назад Ладно Сейчас Пауза Так Значит Что у нас Здесь У нас Здесь С точками Все Хорошо С точками Все Хорошо Цвет Такой Машина Непростой Несложной При желании Конечно Можно попасть Там В цвет В переход Ну Разница Между Тонами Дело В том Что Из-за Того Что Выгорела Краска Между Стойкой И наружкой Извините 10 лет Прошло И это Надо Понимать Краска Выгорает Вот Поэтому Здесь Самое главное Вот Меня интересовало Чтоб Это Не была Сборная Солянка Самое Главное Так 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 Здесь Такая же История С бамперком В принципе В принципе Ничего Ладно Сейчас на яму Заедем Посмотрим Рыжка Дрыжка Дрыжка Гермитос Хорошо Хорошо Слушай А у тебя Такой Есть Чистый Белый Или Там Помыл Нет Вот так Он И был Ну Прям Вообще Хорошо Корабулька Сухая Тоже Ну коробка Здесь вообще Неубиваемая Четырехступенчатая Там Я не знаю Она Машину Эту Переживет А коробка Еще Останется Нет По Движке Вроде бы Ничего Давай Запустим Чего у нас такая пауза сейчас была Давай попробуем Заглушим Запустим Такое ощущение что стартер подходит Не Как будто у стартера втягивающая только-только успевает работать А здесь дроссель электронный уже Да Отключи компей пожалуйста Сейчас мы послушаем очень внимательно Мотор Когда вот так слушаешь Превращаешься в одно большое ухо Ну Надо понимать что здесь Мотор такой что Ну Будет Шуметь Это не Не С класс Поэтому вот так Слушай Рома что вот это за разъем Короче мне сказали Если Типа все Отдельно послушать Типа Закупи Он же Файзик Смотри Ну Видишь там Три Заглушены Ну Он же У меня Старый мотор У него вот только вот две вот эти вот башки А здесь Раз Здесь четыре А Все Понял Понял Все Понял Понял Так Ну Вот такая вот история Получается Так Ладно Сроде все Ничего Сейчас заезжаем На Помост На эстакаду Так Итак Мы внизу Мы внизу Фонарик У меня импровизированный Значит Ну Роман Ой Олег сразу сказал Что Сайлентбоков Резиночки Надо будет поменять Видите Не брал я монтажку Ничего Но Я вам хочу сказать Что Подвеска Это такое Дело Если что-то критично Отваливалось Мы это увидим В ходе тест-драйва Дно Хорошее Дно Хорошее Но Надо его Антикорить Чтобы оно Таким хорошим И оставалось Так И сзади Сзади там у нас Стоят еще родные Самовыравнивающиеся Амортизаторы Вот Я понимаю Что Скорее всего На мне не закончится Денег А не просто Конских стоит Ну Кто-то ставит Короче Переделывает Тем не менее Начнем Передний редуктор Норм Шрусы Норм Да вообще По коробке Никаких проблем И шрусы Такое ощущение Что они даже От первого фаря Такие же Зеленые гранаты Вот В принципе Мне Больше интересует Чтобы он Так Смотрим Поддончик Поддончик Сухой Поддончик Сухой Да С глушачком Позанимаемся Снизу Смотрим Тоже Все сухо Снизу Все Сухо Карданчик Рулевой Нормуль Рейка Не видно Чтобы Рейка Тоже Сухая На самом деле Это знаете Надо смотреть Больше на мелочи Например Если человек Ездит С рваным Пыльником Да Или у него Стоит там Пластиковый Хомут Там Какой нибудь Еле одет Это уже В принципе О многом Говорит Если человек Не может Хомут себе Пластиковый Поставить Или пыльник То От такой Покупки Лучше Отказаться Это может Быть Временное Решение Где-то По необходимости Но не На постоянку Вот В принципе По Низу Все Сзади Сюльпризов Увижу Вряд ли Так приятно Смотреть машину Когда человек Узнать Вот видно Нечего Там прятать Потому что Варианты Которые Я смотрел До этого Он так Всквозь Ой Что там Смотри Да это Вася Это Петя Не знаю А тут В принципе Получаешь ответы На все вопросы А вот Лонжерончики Да Конечно Лонжерончики Задние Пошли Но Машине 12 лет И мы Об этом Уже Говорили Потный Мост Но благо Запчасти Стоят Абсолютно Недорого На эту Всю историю Кроме Вот этих Амортизаторов Так 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 И Здесь Ровная Ржавая Но Ровная Панель Отсюда Мы делаем Вывод Что он Маловероятно Тоже по жопе Получал бы Были бы Видны складки Которые бы Ну вот Заглушителями Их никто Бо не стал Равнять Не той Ценовой категории Машина Когда там Ее прям Всю до винта Разбирают Так Ясненько Слушайте Ну Чего Приехал я Не зря Приехал я Не зря Я забираю Значит Из недочетов Мутные фары Здесь Вот непонятно Что и Олег Также покупал Говорит Заглянул Все внутри Все ровно То есть Через двери Болты Не кручены Нет понимания Здесь такое ощущение Что вот На вот это ребро Кто-то что-то Придавил И задние лонжерончики Немножко На остальном Слушайте Все как ожидал Все как хотел Тачка 12 лет Надо понимать Чудес ждать не надо Но Она того стоит Беру я ее Поверху рынка Вот просто Представьте Верх рынка Низ рынка Верх рынка А есть еще Верх верха рынка Вот я Поверху верха рынка И беру Короче Миллион 180 Мы сошлись Но Как бы вот так По крайней мере Я понимаю Что без сюрпризов Без всяких историй Вот как бы Сел И поехал И если все думают Что тачку тяжело продать А вот нифига Ее тяжело купить Вот И при всем При том Вот лачка Я пока ехал сюда в Питер Я его уже и продал Уже на задатке Как бы вот так Все Поэтому формальности Сейчас соблюдем Загрузимся И поедем назад Пылит нам километров В 450 Ну вот и все Ставки сделаны Ставок больше нет Угадал я или не угадал С машиной Это уже Не важно Я уже в ней еду Но Я думаю Все-таки угадал Вот Поэтому Что мне Ехать 400 километров Пять с половиной часов Но опять же Как бы Дело все в том Что Сейчас Будет час пика Мне надо Сейчас будет проходить Кольцевую Большую Большую часть Достаточно проехать Поэтому Немножко пробок Подзаберу Но в целом Все очень Круто И доехал Нормально Более-менее Без пробок И в электричку Сел Прям за этот Сам Как сказать В последний вагон Там за 5 минут До отправления Поэтому Как-то так Все Сейчас На заправочку Перекусить Что-нибудь Надо И уже Спокойно Выдвигаться Так Ну что Мы На кольце Мы заправились Полный бак Не знаю Сколько Влезло В руках Сэндвич Чай Вода И в принципе Я готов К дороге Я думал Дальше Снимать 12 часов Ночи Что я приехал Дома Махать рукой Смысла Нету Поэтому Думаю Этот эпизод Можно на этом Видео Закончить Отпишитесь В комментариях Кто что думает На тему Стоило ли Покупать Тратить Миллион С хвостом Машину Может надо было Купить Мини экскаватор Может какой-нибудь Не знаю Там Сеялку Что-нибудь Еще Купить Вот стоило Ли оно Того То есть Напоминаю Да У меня В семье Лачете Был этот Минивэн Который Вы иногда Видите Или автобус Ну Нужно это Или это Все лишнее Как бы Зря Продал Надо было Кататься На лачке Ваше мнение Господа Ваше мнение Ваше новое Ваше мнение Ваше мнение Души Вашеンハ Нужно это Всего это cleMB